Привет всем, с вами Дмитрий. Сегодня у нас вышла игра Sonic Origins. Это сборник классических Соников для всех актуальных платформ. Для Switch, для PlayStation, для Xbox, для компьютера, для всего она вышла. И давайте посмотрим, что из себя этот сборничек представляет. Итак, как вы можете видеть, во-первых, добавились анимированные заставки. Это была заставка к самому сборнику. Также у нас есть заставки к началу и к концу каждой игры, то есть ко всем Соникам. Ну что же, давайте посмотрим, какие игры вообще здесь есть. Sonic 1, Sonic CD, Sega Mega CD, Sonic 2 и Sonic 3 & Knuckles, то есть сразу соединенная версия. Все эти игры у нас так или иначе касаются консолей Sega Mega Drive, даже Sonic CD, по сути, к аддону для Mega Drive выпускалась. Так что это такой сборник с Mega Drive, по сути, но со множеством-множеством нововведений. Итак, давайте посмотрим, что это за нововведения. Во-первых, мы можем играть в игры в классическом режиме. Давайте я продолжу игру. В классическом режиме у нас игра запускается в разрешении 4х3, то есть вы можете видеть, что у нас есть поля по краям. Рисунок, кстати, полей мы можем менять в настройках. Можете поставить их черными, можете там другой дизайн поставить. То есть здесь уже на ваше усмотрение. Ну, собственно, здесь ничего такого особенного нет. Мы просто играем в Sonic'ов такими, какими они были, когда выходили для Sega Mega Drive. Единственное отличие в том, что вы можете делать Spin Dash. Этой способности Соника не было в первой части, ее добавили только во второй. Так что вот это, пожалуй, единственное нововведение здесь, именно в классическом режиме. Но я считаю, это хорошее нововведение, потому что без Spin Dash'а порой было прямо совсем худо в первой части. Но знаете, когда надо куда-то подняться, у вас энергии не хватает. Это вот, например, здесь, смотрите. Вот это такой классический момент, то есть в классической игре вы не могли забраться наверх, и вам надо было как-то разогнаться вот отсюда. А теперь вы можете просто разогнаться на месте и подняться. Все. Мне это очень нравится. Хорошо, что они оставили Spin Dash. Вот. Нажимаем паузу, и здесь у нас есть четыре возможности. Кстати, сенсорный экран здесь работает. Можем вернуться, например, на титульный экран. Давайте. Как вы можете видеть, здесь не просто русский язык. Здесь русский язык с буквой Ё. Я очень рад, что переводчики не забыли про эту букву, потому что я лично принадлежу к сторонникам этой буквы, и мне нравится читать текст, где эта буква есть. Так что мне вот очень приятно смотреть на этот перевод. Просто замечательно. Ладно. Ну, собственно, предлагаю выйти в главное меню и посмотреть, что у нас есть еще. Мы посмотрели сейчас с вами классический режим. Еще у нас есть юбилейный режим. Давайте продолжим. Сохранение, кстати, разное для этих режимов. Ну, как вы можете видеть, собственно, различия очевидны. У нас растянули изображение. Ну, его не просто растянули, разумеется. Его как бы прибавили с двух сторон. И у нас теперь разрешение 16 на 9. То есть, как и должно быть, по идее, на Nintendo Switch и на всех актуальных консолях. 16 на 9 это такое самое стандартное, пожалуй, разрешение сейчас. Вы видите больше информации. То есть, по краям у вас больше помещается. Поэтому, безусловно, стало приятнее играть. Вот, например, сейчас я буду дольше видеть эту лавовую волну. Могу следить, насколько она близко ко мне. В общем, безусловно, это круто. Также, также здесь, в юбилейном режиме, у нас во всех играх добавлена возможность делать дроп-дэш. Это способность Соника, которая была добавлена в Sonic Mania. То есть, вы прыгаете, зажимаете прыжок и ускоряетесь, приземляясь. Мне это всегда нравилось. Это добавляло какой-то динамики в игру. Так что, я лично доволен, что добавили эту способность. С удовольствием буду ей пользоваться при прохождении всех игр, пожалуй. Да, еще одной особенностью является... Очень важной, кстати, особенностью. То, что вы не можете получить Game Over так, чтобы вам пришлось начинать игру заново. То есть, вы можете умереть, конечно, но жизни здесь нет. Здесь вот показатель жизни заменен монетами. То есть, когда я умираю, я просто начинаю уровень заново. Либо с чекпоинта. Я уверен, что многие фанаты будут на это сетовать. Я лично не буду, потому что... Я... Я и так, как бы, редко получал Game Over в Сонике. То есть, я довольно много играл в эти игры. Так что, как бы, ну и ладно. Но даже если вы бы получали Game Over, я думаю, каким-то игрокам это бы не понравилось. То есть, вам все равно придется начинать всю игру заново. И это, как бы, не очень. С другой стороны, в оригинальной игре были Continue, как бы. То есть, даже если вы получали Game Over, у вас был шанс продолжить игру с тремя жизнями в кармане. Так что, по сути-то, ничего не изменилось. У вас по-любому появится Continue к тому моменту, как вы в первый раз получите Game Over в классическом режиме. Так что, я лично вот считаю, что... То, что они убрали жизни в юбилейном режиме, это нормально. Ничего в этом плохого нет. Вот. Ну, собственно, как вы можете видеть, здесь жизни заменены монетами. То есть, за 100 колец, которые мы собираем, мы получаем одну монетку. Также за мониторы с жизнями, которые были в классическом режиме, мы получаем теперь не жизнь, что очевидно, а одну монету тоже. Не удивляйтесь, что у меня их 100. Просто за предзаказ давали бонус в 100 монет. И это такой существенный бонус, я хочу сказать. Теперь давайте посмотрим, где эти монеты можно применить. А применить их можно в музее. Здесь мы можем разблокировать мелодии, иллюстрации, видеоролики. Иллюстрации стандартной коллекции, мелодии и ролики тоже разблокируются у нас без монет. То есть, некоторые доступны сразу, некоторые нам надо открыть, выполнив определенные условия. А в премиальной коллекции мы уже открываем все за монеты. За определенное их количество. Но вот здесь все за 5 открывается. Что у нас вообще здесь есть? Ради чего все это? Здесь у нас есть в первую очередь самое важное, что я считаю. Это эскизы и концепт-арты. Это, по-моему, самое крутое, что может быть в иллюстрациях. Так что я, в принципе, доволен. С удовольствием буду все это открывать. Кстати, мне уже, в принципе, этого приветственного бонуса хватит на то, чтобы открыть довольно многое. Давайте, например, вот этот эскиз откроем. И мы можем посмотреть его. Тут даже две картинки в одной. Можем перейти в полноэкранный режим, зумить, смотреть. Собственно, все круто, прикольно. Это у нас, как я понимаю, концепт-арт уровня летающей батареи в Sonic 3. Нет, точнее, в Sonic & Knuckles или в Sonic 3 & Knuckles. Вот. Прикольно, прикольно, безусловно. Также здесь появляются новые материалы со временем. В общем, все круто. Мне идея понравилась. Также вы можете открывать мелодии, видеоролики. Тут даже есть у нас сериал Sonic Mania Adventures, который выпускался к выходу Sonic Mania Plus. И он доступен, кстати, сразу. Вы, то есть, можете без траты монет смотреть его. Кстати, хорошей новостью является то, что здесь нет никаких внутриигровых транзакций. То есть, вы не можете покупать монеты за реальные деньги. Это очень хорошо. Потому что, ну, не надо нам лишнего вымогательства денег. С другой стороны, вымогательство денег здесь Sega все-таки сделали. Но это касается загружаемого контента. Вы можете доплатить 5 баксов и получить парочку дополнительных анимаций. Но это, конечно, не знаю, кому надо будет. Отдельно хочется сказать про Sonic 3 & Knuckles. Потому что это первое переиздание этой игры в разрешении 16 на 9. Поэтому это, безусловно, уникальный сборник хотя бы вот из-за этого. То есть, у нас давным-давно уже были переиздания для мобилок. Игр Sonic CD, Sonic 1, Sonic 2 в разрешении 16 на 9. А вот Sonic 3 все никак не было. Причина этому проста. У Sega не было прав на музыку, которую писал Майкл Джексон. Потому что он, как оказывается, принимал участие в написании некоторых треков. Так что вот такая вот проблема была. Но они решили это довольно очевидным способом. Они просто переписали музыку к некоторым уровням. Вот и все. Ну, здесь можете решить сами, лучше ли стала музыка или хуже. Я вам сейчас вставлю парочку примеров. Майкл Джексон. Я считаю, что старые треки, конечно, имели какую-то немножко другую динамику. Но и новые неплохие. Потому что, согласитесь, они имеют вот этот вот характерный мегадрайвовский звук. То есть, у них прямо вот такое звучание, похожее на оригинал. Так что, в принципе, в принципе, жить можно, ребята. Жить можно. Не вижу причин особо жаловаться на это. Главное, что мы можем поиграть в эту игру по-нормальному в 2022 году. Возрешение 16 на 9. Так что, это безусловно, по-моему, перевешивает тот факт, что у нас не будет парочки оригинальных музыкальных треков. Ну, я не думаю, что стоит это говорить. Но очевидно, что все игры работают идеально. То есть, никаких здесь лагов, разумеется, нет. Все работает точно так же, как и на мегадрайве. Так что, здесь все в полном порядке. 60 кадров в секунду. И все замечательно. Ну, давайте вернемся в главное меню. И посмотрим, что у нас есть еще. Так, в музее появились новые материалы. Еще у нас есть Sonic 2 и Sonic CD. Их я показывать, наверное, не буду. Можете посмотреть геймплей отдельно. Здесь ничего особенного, в принципе, не будет. Потому что эти игры уже не раз выпускались в разрешении 16 на 9 для мобильных устройств. Так что, это мы уже знаем, как выглядит. А вот это было интересно посмотреть. Что есть еще? У нас есть еще режим миссии. В режиме миссии мы можем, как ни странно, проходить миссии и получать за это монеты. Количество монет, которые вы получите, будет зависеть от того, на какой ранг вы пройдете ту или иную миссию. Проходя миссию, вы открываете следующий и так далее. По-моему, это очень круто. Будет интересно в это поиграть. Также на этом экране у нас появился сюжетный режим. Здесь нам предлагают пройти все игры подряд. Интересно, как я считаю. Неплохо. То есть, у вас подряд будут заставки идти, подряд игры идти. Надо будет тоже попробовать. Вот. Также стоит упомянуть, что здесь есть отзеркаленный режим. Он работает только с юбилейным режимом. Но это круто. То есть, давайте попробуем. Здесь еще особенность юбилейного режима в том, что нам предлагают выбрать персонажа. То есть, мы можем играть в любой игре за любого персонажа. Соника, Тейлза или Наклоза. Давайте начнем игру за Наклоза. Итак, это у нас отзеркаленный режим. Это необычно. Нам надо пробегать теперь игру не слева направо, а справа налево. А вот и все отличие. Ну, это будет интересно попробовать. То есть, все уровни как бы теперь совсем по-другому ощущаются. Безусловно. То есть, прямо вот так вот сходу поставить их в соответствии с обычными правосторонними уровнями уже не получается. Они все равно воспринимаются как-то по-новому. И последний такой момент, который мне осталось вам показать, это режим битв с боссами. Он есть для каждой игры. Давайте посмотрим его за Тейлза для Соника 2. Собственно, здесь у нас все как бы поменялось. Вот мне даже колец не дали. Все это работает, казалось бы, в юбилейном режиме, но у нас есть жизни. То есть, это совсем другой все-таки режим. Здесь у нас не классическая игра. Здесь у нас просто такой босс раш. Ну, как бы вот я умер. У меня осталось две жизни. То есть, здесь уже гейм овер получить вполне реально. То есть, у вас, видимо, будет только три жизни на всех боссов из одной игры. Ну, в общем-то, круто. Давайте сейчас пройдем этого босса и посмотрим, что за это нам дадут. Ну, собственно, это было довольно очевидно. Нам дали просто возможность продолжить. Вот и все. Никаких колец нам не дают. То есть, у вас просто считается время. У вас есть три жизни на все. И как бы, пожалуйста, выживайте. Ну, как я считаю, это крутой режим. Вот сейчас мы узнали, что происходит, когда потерять все жизни. Можно попробовать заново. Но мы начинаем с самого начала. То есть, вот здесь у вас реально жестко будет. Так что это, безусловно, такой хардкорный режим, который будет интересно попробовать пройти. Да, вот на камеру не очень удобно это делать. Собственно, вот такой вот у нас вышел сборник. Как я считаю, это очень крутой сборник. Как минимум за счет вот этой игры. Но и все остальные игры, все заставки анимированные. Все здесь, как я считаю, очень классно. То есть, с удовольствием буду играть. С удовольствием буду проходить. Попробую обязательно сюжетный режим. В общем, очень понравилось. Так что, думайте сами, стоит ли его покупать. Учитывая, что он стоит 45 долларов без скидки в регионе США. Это довольно дорого. Это действительно очень дорого для сборника классических игр. Но, с другой стороны, здесь у вас куча крутых фишек, которых никогда не было раньше. Так что, в принципе, по-моему, эта цена оправдана. Ну, вот мне было не жалко отдать эти деньги, как минимум, за ремастер Sonic 3. Ну, я имею в виду растянутый юбилейный режим. Прямо с удовольствием пройду свою любимую игру в новом исполнении. Так что, вот, такой вот вышел у них сборник. Я доволен всем. Я всем доволен. Перед тем, как мы закончим, я еще хочу вам рассказать, как я вообще купил эту игру в нынешних обстоятельствах. Ну, здесь мне помог один телеграм-канал, который называется Гифка. Они там продают карты пополнения для разных регионов. Не только для Нинтеда, но и для Плейстейшн. Мне не стыдно сейчас сделать бесплатную рекламу для них, потому что, как я считаю, вот такие вот ребята в наше время просто спасают. Только не пишите мне в комментариях, что надо было прошить свитч и играть во все бесплатно в нынешних реалиях, потому что не надо было прошивать свитч. Ну, я просто не хочу это делать, во-первых. А во-вторых, как бы, ну, где мне сейчас взять чип? Ну, я не знаю просто. Да идти куда-то чипировать, вот, не хочется. Короче, я не такой же пират в плане свитча. Здесь мне хочется все-таки на лицензии остаться. Не зря же я все это покупал, во все это с удовольствием играл. Так что вот, в принципе, такой вот выход сейчас есть. Можете заглянуть в их телеграм-канал, тоже посмотреть цены актуальные и, в принципе, покупать игры в нынешних реалиях, вот. Выйдет, конечно, не один в один по курсу, но, в принципе, наценка небольшая выходит. Особенно за регион США сейчас. Отличные цены. Вот. Ну, собственно, на этом теперь точно все. Всем спасибо, ребята. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok